Здравствуйте, дорогие зрители! В эфире программа «Формула успеха» в студии Анны Федорова. В Слове Божьем сказано «Идите и проповедуйте Евангелие». И наш сегодняшний гость принял этот призыв буквально. Его жизнь, его цель жизни – это служение Господу и проповедь Евангелия. И сегодня в нашей студии я рада представить вам, напротив меня, сегодня служитель, проповедник, евангелист, автор более чем 150 книг, которые переведены на 40 языков мира, Джош Макдавелл. Джош, добро пожаловать к нам в студию, я очень рада приветствовать вас. Я всю неделю провел в Санкт-Петербурге, чтобы встретиться на ТБН с вами. Джош, ваша цель и ваше служение – это проповедь Евангелия. Вы успешный служитель, и ваши книги знают миллионы людей по всему миру. Скажите, пожалуйста, в чем секрет вашего успеха как служителя? Скажу так, правильное послание в правильное время с правильной подачей. Это, наверное, и есть ключ. Когда я начинал свое служение, было так много сомнений в Писании, в божественности Христа и так далее. Но лишь несколько людей в мире занялись этой проблемой. Я тоже начал с вопроса о том, можно ли доверять Библии. Истинна ли она? Действительно ли Христос, Сын Божий? И было ли воскресенье? И в то время Всемирная Церковь ждала послания об истинности истины. Думаю, это и стало одним из ключей, почему я занялся этим. Однажды вы сказали «да Господу». Трудно ли было вам это сделать, и что вы почувствовали в этот момент? Когда я сказал «да Богу», я был в замешательстве. Но почему? Потому что вся моя жизнь вращалась вокруг политики. Я закончил юридический факультет, стал юристом и богатым человеком, но Христу не было места в моей жизни. А когда я пришел ко Христу, меня будто бы тянули к себе два мира. Затем очень необычным образом Бог показал мне, что я должен заниматься служением молодежи. Я был рад этому, но также я был немного напуган. Потому что не так я представлял себе свою жизнь. Но Христос определенно знал, как все устроить так, чтобы все стало на свои места. Итак, а что вы чувствуете сейчас, пройдя такой путь? Усталость. Я невероятно благодарен. Мне посчастливилось провести почти 34 тысячи бесед в 140 странах мира. В целом это около 45 миллионов человек. Я видел, как многие люди пришли ко Христу, и я благодарен за это. Сейчас я был бы напуган, если бы пришлось вернуться на юрфак и стать юристом. Если вы в центре воли Божьей, то это лучшее место на всей земле. Это не всегда легко, и вы не всегда уверены в том, что именно здесь вам нужно быть. Бывают моменты, когда думаешь, зачем я прохожу все это. Я мог бы стать юристом и не сталкиваться ни с чем подобным. Но я ни разу не сожалел о том, что отозвался на Божий призыв. Ни разу. В финансовом плане я никогда не голодал, но иногда приходилось ожидать. Приходилось ждать, и причем очень долго. Скажите, пожалуйста, Джош, а встречались ли вам серьезные трудности на вашем пути, которые вам было трудно преодолеть на пути к мечте, к вашему служению? Думаю, самым сложным было мое прошлое до того, как я пришел ко Христу. Мой отец был городским пьяницей. Я почти не помню его трезво. Когда он пытался убить мою мать, я пытался убить его. И когда я пошел в университет, я был обиженным, раненым и обозленным. А от 6 до 13 лет, целых 7 лет, каждую неделю, по 3-4 раза в неделю, меня в собственном доме насиловал мужчина по имени Вейн Бейли. А мои родители не прекращали это. И это разрушило все в моей жизни. А когда мне было 11 лет, он положил мне руку на плечо, я играл в футбол, работал на поле, поэтому был довольно сильным, я схватил его за горло и толкнул его. Я сказал, если он еще раз прикоснется ко мне, я его просто убью. Наверное, я бы так и сделал. А когда в университете я стал христианином, мне было довольно сложно, потому что я был обиженным и обозленным, я был зол, причем зол на Бога, на своего отца, вообще на родителей. А когда я пришел ко Христу, Бог сделал в моей жизни две вещи. Во-первых, Он дал мне любовь к моему отцу, которого я ненавидел. Даже будучи верующим, я говорил своему отцу, что ненавижу его и не хочу его больше видеть. Я считал, что он убил мою мать и одну из моих сестер и разрушил нашу семью. А затем я пришел к нему и сказал, «Папа, я пришел сказать тебе, что люблю тебя». И я остановился. Не знаю, кто был больше удивлен этими словами, он или я, но именно тогда я понял, что в моей жизни что-то произошло. Я сказал, «Я люблю тебя, вместо «я тебя ненавижу». В итоге это привело моего отца ко Христу. А также после принятия Христа Дух Святой через некоторых людей убедил меня, что мне нужно простить человека, который насиловал меня целых семь лет. Я этого не хотел. Я хотел, чтобы он горел в аду. Но я знал, что Библия — это истина. Я не просто верил в это, но и знал, почему я так верю. Я знал, что Иисус повелел мне прощаться. Я этого не хотел, но сделал. И у меня не было никаких хороших чувств по этому поводу. Я сделал это только из послушания. Бог повелел, и, поверь, я повиновался этому, понимая, что Он это почтит. Я проехал 70 километров к дому того человека и постучал в дверь. Он открыл дверь, и я сказал, «Вейн, то, что вы делали со мной, было злом, ужасным злом, но я познал Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя и приехал сюда, чтобы сказать вам…» Я понимал своим разумом, что то, что я сказал ему, было правильно, но все мои эмоции не хотели этого. Я сказал, «Вейн, я приехал, чтобы сказать вам, что Иисус умер за вас так же, как и за меня. Я прощаю вас». Затем я развернулся и ушел. Если бы я не сделал этого, это разрушило бы мою жизнь. Чувства вины и стыда просто поглотили бы меня. А вместо прощения, чистоты и новой жизни. Это были два самых важных шага, которые я сделал, когда пришел ко Христу. Я простил и полюбил Отца и простил того человека. Не знаю, смог ли я его полюбить, но я простил его и ушел. Но даже до этого дня я сражаюсь с этим. Каждый день я сталкиваюсь с последствиями. Люди говорят мне, «Просто доверься Духу Святому. Пусть кто-то возложит на тебя руки, и ты будешь исцелен». А я отвечаю, «Если Бог желает, чтобы это произошло, оно произойдет, но для меня исцеление — это зачастую процесс». Бог никогда не обещал убрать все последствия. Но он дал одно обещание. Он сказал, «Я никогда не оставлю и не покину тебя». И проходя даже самые темные долины, когда хочется сдаться, потому что вы не видите света в конце туннеля, и вы уже настолько близки к тому, чтобы потерять надежду. Я могу честно сказать, что в моей жизни никогда не было момента, когда бы я чувствовал, что он не находится рядом со мной. И я ходячий пример исполнения этого Божьего обещания. А еще я считаю, что каждый день мне нужно учиться по-новому доверять Христу. Я также верю, что с каждым днем я становлюсь лучшим учеником и лучшим человеком благодаря тому, что Бог позволяет мне проходить и тому, как он использует это для формирования моей жизни. Многое в моем служении сегодня является результатом того, через что Бог провел меня в этой жизни. Я не хочу, чтобы еще кто-то проходил подобное. Я не хочу, чтобы через это прошли мои дети, но я говорю, «Господь, спасибо за то, что позволил мне пройти все это, и за то, что Ты сделал с моей жизнью через это». Джош, спасибо вам за ваше послание, которое я верю. То, что сейчас вы рассказали и то, что сейчас услышали наши зрители, это удивительно, и это потрясает на самом деле. Давайте продолжим наш разговор, и я верю, что вы еще послужите нам. Хотела вас спросить, случалось ли вам рисковать в вашем служении, и вообще совместимы ли христианин и риск, вообще совместимы ли эти понятия? Какой риск? Физический? Или использование возможностей? Я очень часто рисковал своей безопасностью. Были случаи, когда я делал что-то, а все говорили, «Не нужно». «Не делай этого. Тебя могут убить. Не надо». Однажды жена спросила меня, «Как ты можешь это делать?» Я сказал, «Дорогая, я прошу многих людей рисковать своей жизнью, и если я не готов сам пойти на это, то я не имею права просить их об этом». Дело не в том, что я храбрый, я лишь пытаюсь быть послушным. В служении я часто рискую. Зависит от того, как вы представляете себе успех или влияние. Но я считаю, что нельзя оказывать влияние, не рискуя. Мы рисковали финансами, доходили до края, и могли потерять все. Были случаи, когда я понимал, что если это послание не распространится, то это скажется на всей моей жизни. Например, семь лет назад я понял, что нужно говорить о порнографии. Порнография — это величайшая угроза для Евангелия. Это величайшая угроза для ТБН. Некоторые христианские лидеры пришли ко мне и сказали, «Не делайте этого. Если вы начнете говорить о порнографии, тогда разрушите свое наследие». А еще мы не сможем больше работать с вами. Я понимал, что они имели в виду, но через несколько дней я сказал своей жене, «Я не рискую наследием. Оно в Божьих руках, а не в моих. Мне нужно быть послушным, несмотря на весь риск». Я сказал, «Дорогая, я буду говорить о порнографии». А она ответила, «Я так и знала». И последние 8-9 лет я этим и занимаюсь. И я очень этому рад. Конечно же, меня за это критикуют. Некоторые церкви и пасторы больше не приглашают меня проповедовать, потому что они считают, что у них нет проблем конкретно с порнографией. Если пастор говорит, «В нашей церкви нет этой проблемы», то, скорее всего, в этой церкви проблема серьезнее, чем где бы то ни было. Я много раз убеждался в этом. Когда пастор говорит, «У нас нет этой проблемы», зачастую у них эта проблема серьезнее, чем во многих других местах. А он о ней не знает и ничего не предпринимает. Это еще хуже, потому что пастор слеп. А в мире нет ни одной церкви, где проблемой номер один не была бы порнография. И я хотел бы, чтобы многие люди заговорили об этом. Кто говорит об этом в России? Это разрушает церковь, но никто не говорит об этом. Как бы я хотел, чтобы кто-то был готов рискнуть своей репутацией и своим служением, если Бог призывает их к этому. Отвечая на ваш вопрос, да, рисковать приходится. Что вы могли бы сказать молодому поколению, кто хочет начать свое служение, но, может быть, в сердце есть страх или сомнения? Молодое поколение по всему миру от 22 до 8 лет. Многие называют его поколением Z. Это первое поколение, которое полностью выросло на движущемся экране. Это также самое большое поколение в истории. Они совершенно другие. по сравнению с поколением нулевых, в этом поколении на 300% больше умственных заболеваний. это депрессия, суицид, одиночество и особенно тревога. Все эти показатели просто зашкаливают. Это первое поколение кураторов. Что я имею в виду? Вы создаете что-то, развиваете, а потом курируете. Это первое поколение людей, которое охвачено желанием показать, кто они. С помощью соцсетей они могут создать образ того, какими они хотят быть. А многие из них таковыми не являются. Во-вторых, они творят истину. Это и правда первое поколение, которое может создать истину. В-третьих, чтобы понять это поколение, вам нужно понять их творческую культуру, и она будет разной в разных странах мира. Я могу ошибаться, но мне кажется, что это поколение не очень-то уважает предыдущие поколения. И на это у них есть свои веские причины. И чтобы достичь этого поколения, вам нужно быть искренним и настоящим. если вы говорите об Иисусе, то вам лучше жить так, как Он говорил. Они видят вас насквозь. Во-вторых, вам нужно войти в их мир. Слушайте их перед тем, как открывать свой большой рот и что-то говорить. Слушайте их. Войдите в их мир, читайте то, что читают они, слушайте то, что слушают они. Поймите их мечты. Ну и следующий шаг. Вам нужно построить с ними отношения. Но проблема в том, что большинство христиан и даже пасторов не знают, как строить отношения. А в этом поколении истина без отношений не принимается. Правила без отношений просто отвергаются. Дисциплина без отношений ведет горечи и гнева. В этом поколении отношения важны так, как никогда. А еще старшему поколению будет сложно понять это поколение, потому что оно настолько охвачено интернетом. Обычный молодой человек из этого поколения каждые 24 часа принимает свой мозг примерно две с половиной тысячи страниц данных. Поэтому продолжительность их внимания всего 8 секунд. Как принести Евангелие в культуру, где продолжительность вашего внимания всего 8 секунд. Скажите, как это сделать? Невозможно понять истину без контекста. Но как передать истину в контексте за 8 секунд? Сейчас я не знаю никого в мире, кто бы мог это сделать. мы найдем этот способ, но сейчас в мире нет никого. Многие думают, что они могут, но это просто фантазии. Вот некоторые данные об этом поколении, но я думаю, что это поколение очень сильное. если бы взять все то, что они умеют делать с помощью интернета и соцсетей, то это может иметь феноменальный результат для Евангелия. Я значительно старшим этого поколения, но каждый месяц я достигаю полтора миллиона новых людей. И это без телевидения, интернета и других технологий. А представляете, что было бы с использованием технологий? Поэтому нужно достигать это поколение. В них большой, просто огромный потенциал. Джош, большое вам спасибо. У нас осталась всего одна минута, и мой последний вопрос. Ваше главное послание. к христианам и ко всей церкви сегодня. Недостаточно лишь иметь верование. Они есть у 98% христиан. Нам нужно иметь убеждение. А убеждение есть, наверное, лишь у 2% христиан во всем мире. Сложно найти христианина, который может назвать разумную причину того, почему он верит, что Библия — это правда. Невероятно. пасторы, лидеры, многие другие. Я редко, когда встречал христианина, который мог бы назвать разумную причину, почему он верит в то, что Иисус Христос Сын Божий. Я даже не помню, когда слышал разумный ответ на вопрос, а почему вы верите в воскресение. Это грустно. А в современной интернет-культуре, если вы не передадите своим детям убеждения, то вы их потеряете. Но проблема в том, что у многих родителей христиан нет убеждений. Вы не можете отвезти ребенка дальше, чем дошли сами. Так мы можем потерять это поколение, а значит и все последующие поколения. И все это зависит от пасторов. Нам нужно лучше готовить пасторов. Нам нужно учить пасторов тому, как жить и служить в нашем столетии. Спасибо большое, Джоша, за ваше послание, вдохновляющее, за те свидетельства, которыми вы поделились сегодня с нашими зрителями. Я верю, что эта программа послужила им особенно. Мы вдохновляем вас, дорогие друзья, оставаться вместе с нами, узнавать Господа больше, ближе, читать Священное Писание, вникать в себя и в учение, как сказано в Библии, заниматься с ним постоянно. И тогда вы обязательно увидите перемены, изменения в своей жизни. Это была программа «Формулы успеха». Оставайтесь вместе с нами на телеканале ТБН. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова